Люди в белом. В это воскресенье свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники. Третье воскресенье июня считается днем медика с 1988 года. Но с тех пор в медицине многое изменилось. Доктора советской школы говорят, что через 10 лет в нашей стране лечить людей будет некому. Разделяют ли это мнение те, кого называют будущим нашей медицины? О серьезном и не очень. Мы сегодня пообщались со студентами Оренбургской медицинской академии. Их почерк еще разборчив, но это ненадолго. Студентки лечебного факультета Кристина и Марина уже на полпути к своей врачебной цели. Сегодня они сдали последний экзамен и перешли на четвертый курс. Ольга, без пяти минут стоматолог, готовится к госэкзамену. Пока тоже аккуратно выводит буквы. Хотя докторам века тотальной капитализации много писать не приходится. А значит пациентам уже не нужно разгадывать закорючки врача. В остальном все, как и много лет назад. Главное, как было, так и есть, это сохранить жизнь больного, вернуть здоровье или сохранить его. Меняются технологии, меняются какие-то принципы, но задача остается отложена. Нелучшая оснащенность наших больниц, не особенная престижность профессии и даже маленькие зарплаты не пугают этих девушек, которые хотят охранять здоровье пациентов. Как и положено молодым и амбициозным, они ставят перед собой глобальные задачи в сфере российского здравоохранения. Может, это и есть призвание? Вот эти очереди. Хотелось бы, чтобы все-таки медицина высоко квалифицированная, оказывалась все-таки бесплатно. Ну, как-то, чтобы поорганизованнее было у нас в здравоохранении. Чтобы качество было соответствующим и чтобы доступно было всем. Ну, а как вы считаете, вот вы можете какую-то лепту вот в эту большую... Ну, я думаю, каждый студент, поступая в медакадемию, ставит себе очень высокую планку и надеется, что вот он точно совершит переворот в медицине. Конечно, хочется. Будем стараться. Ответственность, которая ляжет на плечи этих хрупких девушек, не описать словами. О ней говорит хотя бы то, что для того, чтобы получить право лечить людей, будущим медикам нужно учиться дольше всех других. Вместе с интернатурой получается порядка восьми лет. Одним из первых и не для всех проходимых испытаний на пути к званию врача становится анатомический музей. И за этой дверью хранится вся, так сказать, подноготная человеческого организма. Давайте заглянем в святая святых медакадемии. Хотя, наверное, я не хочу это видеть. Работу с внутренними органами мы с оператором решили оставить профессионалам. Будущие медики, которых считают циниками, признаются, что в первые минуты пребывания в этом музее они тоже испытывали вполне человеческие эмоции. Первые, наверное, 10 минут просмотр музея. Первые сначала шоковое состояние, а потом потихоньку отходишь и буквально через 10 минут ты уже чувствуешь интерес к всему происходящему. Жизни миллионов людей каждый день оказываются в руках врачей. С них жизнь начинается, с ними зачастую заканчивается. Поэтому хочется видеть медиков именно такими, воодушевленными, полными идей и желаний лечить.